Всем привет! Это Хрисстудия 21.com. Я решила почитать какую-нибудь статью. Давненько ничего такого не было. И поскольку сейчас очень трудно выбрать что-то такое, чтобы не было коронавируса, я нашла где меньше коронавируса и больше экономики, и, так сказать, больше чувства и эмоций. Поэтому это статья из New York Times. I became a disciplined investor for 40 years. The virus broke me in 40 days. Естественно, без вируса оно никак нам нельзя. Тем не менее, я постараюсь прочитать как можно больше. Продолжение всего этого, если вам очень-очень сильно будет интересно, продолжение у меня будет вот здесь, на Патреоне. Сюда я выкладываю остатки статей, скажем так, и в том числе не только статьи, всякие разные документалочки и всё такое. Здесь есть тоже о коронавирусе, если вам его было мало до сих пор. Ну, а теперь пора начинаем читать всё это. Я стал дисциплинированным инвестором на протяжении 40 лет, а вирус разорил меня за 40 дней. Я пережил и даже разбогател, несмотря ни на что, во время четырёх биржевых кризисов или обвалов. Но ничто не подготовило меня к этому. It's Thursday morning, March 19, four weeks into the coronavirus crash of 2020. The Dow Jones Industrial Average has opened down another 700 points after plunging below 20,000 a day before. It's down 30% in a month. The steepest drop ever, even worse than during the Great Depression. Утро четверга, 19 мая, четыре недели продолжается коронавирусный биржевой обвал 2020 года. Индекс промышленных компаний Dow Jones открылся падением ещё на 700 пунктов после того, как рухнул на 20,000 за день до этого. Он опустился на 30% в этом месяце. Это самое резкое падение за всю его историю, даже хуже, чем во времена Великой Депрессии. Значит, я начну с заглавия. Здесь у нас стоит слово broke. Мы как бы все знаем слово broke. Break, broke, broken – это что-то ломать. В данном случае broke – это разорил. Далее, проспорт, процветал. Ну, будем говорить, обогащался. Далее, stock market crash. Когда у нас вот такое, это обвал фондового рынка. Crash – это не просто падение, не просто там снижение чего-нибудь. Это именно обвал. То есть, это катастрофа априори. Значит, 4 weeks into the coronavirus crash. 4 недели в, если дословно, обвале 20-го, коронавирусном обвале 20-го года. Вот это into, оно показывает нам, что обвал как бы продолжается во времени и сейчас. Далее. Dow Jones Industrial Average. Речь идет об индексе Dow Jones. Это такой индекс, по которому торгуются обычно промышленные компании. Поэтому здесь стоит industrial. И average – это, собственно, индекс. Это как бы среднее. Далее. Has opened и дальше down. Как это понимать? Значит, здесь надо так это понимать. Открылся. Ну, здесь все ясно. То есть, торги по индексу Dow Jones открылись. Вот так это. Здесь нет слова торги. Оно подразумевается. Значит, открылся и далее down. Падение. То есть, он открылся сразу с падения, начиная. Открылся и упал сразу на 700 пунктов. Не путать пункты с процентами. Это не проценты, это пункты. Это, само собой, это такая единица измерения котировки. Далее. Plunging below. То есть, рухнув ниже. Опять же, если у нас plunge, это если угодно. Ну, вот, допустим, у нас там шла как-то кривая. Вот так, вот так. А потом раз. И она обвалилась вот так. Вот если у нас такое, это plunge. То есть, это обвал. Обвал. Обваливаться как угодно. И дальше below, ниже 20 тысяч. То есть, он перед этим на 20 тысяч рухнул. А сегодня, как бы с утра, он рухнул на 700 пунктов. Значит, за месяц, in a month, вот это in, это как бы за. Он опустился. It is down. It, это в смысле Dow Jones Industrial Average. Вот это все дело. Далее на 30 процентов. И далее steepest drop. Вот нам еще одно слово, синоним слова plunge, это drop. То есть, самое крутое или резкое, если угодно. При этом надо понимать, что steep, когда говорится, это может говориться в физическом смысле, там, крутой холм, крутой подъем и все такое. Но, кроме того, если речь идет о графиках и кривых, у нас steep, это вот, когда график резко снижается или резко взлетает куда-то вверх. Вот это steep rise или steep drop. Значит, короче, самое резкое падение когда-либо, за все время, будем говорить, вот это ever, можно переводить как за все время, даже хуже, even worse, than во время Great Depression. Ну, Great Depression без комментариев. Кризис 29-го года. The fall has been nocitating, yet I know this is a time to be buying stocks based on rules I've developed over decades of investing. But in order to do that, I have to log on to my brokerage account. When I do, the first number I'll see is the current market value of my portfolio. Isolated at a farmhouse in rural New York, surrounded by wilderness, I haven't looked in days. I don't want to look now. I decide I'd better check the weather forecast instead, and then there is email to catch up on. An hour later, I've done nothing. I am paralyzed. I have owned stocks for nearly 40 years. I have lived through, survived, and even prospered through four crashes. Итак, падение было тошнотворным. Здесь имеется в виду тошнотворный, это не просто меня тошнит от падения. Здесь имеется в виду, что падение как резкое падение с высоты, которое вызывает тошноту. То есть, оно было головокружительным. Вот так вот. У нас это не будет переводиться тошнотворным. Здесь просто контекстный перевод. Надо это понимать, потому что no stating может переводиться и тошнотворный, если там тошнотворное лекарство, или запах, или что. Но здесь именно падение, поэтому падение было головокружительным. Это опять же в контексте. Хотя я знаю, что это время покупать ценные бумаги, основываясь на правилах, которые я выработал себе на протяжении десятилетий инвестирования. Ну, чтобы это сделать, я должен залогиниться в мой брокерский аккаунт. Когда я это делаю, первое число, или первая цифра, которую я буду видеть, это текущая рыночная стоимость моего инвестиционного портфеля. Находясь в изоляции, на ферме в провинции штата Нью-Йорк, окруженной дикой природой, я не заглядывал туда несколько дней. И сейчас я вообще не хочу туда заглядывать. Я решил, что я лучше проверю прогноз погоды, а затем нужно почту посмотреть. Через час я вообще ничего не делал, я полностью парализован. Я был владельцем ценных бумаг в течение 40 лет. Я пережил, выжил и даже разбогател в течение 4 биржевых обвалов. Вот это yet, которое у нас здесь стоит, не нужно пытаться переводить его как еще, или пока, или еще как-то. Это фактически синоним слова but в данном случае. Вообще говоря, если с yet у нас начинается предложение, значит мы можем быть уверены, что у нас противопоставление. Перед этим падение было головокружительным. Present perfect смотрим, то есть это то, что было только что и сейчас влияет нам на ситуацию. А дальше мы противопоставляем этому что-то. И он говорит, что как раз это время для того, чтобы покупать. Значит, it's time to be buying. Здесь у нас стоит continuous infinitive. Но почему бы и нет, это тоже можно делать. А почему он так поставил? Потому что он хочет показать, что это сейчас нужно делать. Вот прямо сейчас. Поэтому стоит continuous infinitive. Далее, базируясь на правилах, которые я выработал. Develop, в данном случае это вырабатывать, разрабатывать, но не какой-то там продукт или что. Это правило. Правило тоже можно develop. Поэтому можно себе даже запомнить это для себя. Develop some rules. То есть разработать или выработать какие-то правила. Далее, over decades, в течение десятилетий инвестирования. Далее, in order to do that, чтобы это сделать. Очень редкий случай, когда у нас попадается слово чтобы. Обычно его не ставят, просто говорят to do that и все такое. Но можно и вот так. Далее, мне придется или мне приходится. Здесь и так, и так это можно понимать. Значит, have to и далее log on. Здесь все без комментариев. Далее, когда я это делаю. В общем, первое число. Number это число в данном случае. И далее current market value of my portfolio. Здесь портфолио. Здесь портфолио, это не как у художника портфолио. Это инвестиционный портфель. То есть, все то, чего мною куплено, все эти ценные бумаги, суммируются вместе цена и получается определенная цифра. И далее current market value. Это текущая рыночная стоимость. Далее, изолированный на ферме или в фермерском доме или в сельском доме, можно и так это понимать. И далее in rural New York. Надо понимать, что речь идет не о городе Нью-Йорк, речь идет о штате Нью-Йорк. Если мы посмотрим на карту, штат Нью-Йорк огромный. И там очень большую площадь занимают дикие леса. Далее, окруженные, в общем, дичью, скажем так. То есть, дикой девственной природой. Далее, очень интересное выражение in days. То есть, в течение многих дней. For many days, можно было бы сказать это иначе. Значит, сейчас я вообще не хочу туда заглядывать. Значит, I would better check. I would better. То есть, лучше бы мне посмотреть прогноз погоды. Instead, это вместо. Instead может употребляться вот так в конце слова. Если, опять же, у нас есть перед этим какие-то фразы, какие-то предложения. То есть, по сути, у меня противопоставление. То есть, когда мы видим вот такую вещь, надо посмотреть, о чем шла речь перед этим. Далее, в общем, to catch up on. Держать руку на пульсе имейлов, будем говорить. Или быть в курсе имейлов, которые мне приходят. Далее, через час. В общем, I've done nothing. Значит, что здесь имеется в виду? То есть, он планировал погоду посмотреть, имейлы почитать. И через час он не делает ничего. То есть, ничего не было сделано. Он сидит просто-напросто в полной прострации. I am paralyzed. Можно переводить как парализован. Но здесь надо понимать, что это не физически. Это в переносном смысле слова. Поэтому можно сказать, я в шоке, я в прострации, как угодно. Это уже все зависит от нашей фантазии. Значит, I have owned. Я владел. Здесь можно сказать, конечно, I have had. Но own звучит лучше, потому что дальше у нас предмет собственности. So, I should be prepared. Yet, looking back at the last few weeks, I recognize that I violated most of my time-tested rules. We've thought, between optimism and despair, as the bad news mounted and my daily life was appended, I have led emotions influence my decisions. I am doing it again this morning. Я должен быть готов. Или мне следует быть готовым. Но, оглядываясь назад, на прошедшие несколько недель, я признаю, что я нарушил большую часть моих проверенных временем правил. Потерпим двойной убыток между оптимизмом и отчаянием, поскольку плохие новости навалились на меня, и мне пришлось радикально пересмотреть свою каждодневную жизнь. Я позволил эмоциям влиять на мои решения. И этим утром я опять это делаю. Значит, у нас стоит so. Это типичная связка. Почему? Потому что перед этим он говорил о том, что 4 кризиса он пережил благодаря тем правилам, которые он себе выработал. Поэтому I should be prepared. Я должен быть или мне следует быть готовым. Обращаем внимание, что он говорит это в настоящем времени. То есть это еще не кусание локтей относительно прошлого, хотя дальше будет. Но, тем не менее, он сам себе дает рекомендацию. Но здесь не так рекомендация, как самокритика. Потому что шут может показывать еще критику. Опять у нас yet стоит. У нас уже такое где-то было раньше. Я сейчас не вижу. Ага, вот оно. Вот оно здесь опять. То есть это опять but, оглядываясь назад, looking back, и дальше at, the last few weeks, и все такое. То есть оглядываясь назад на прошедшие пару недель. Далее recognize. Recognize здесь, по сути, это admit, признавать. То есть как признавать поражение. Вот в таком смысле. Далее. I have violated. Вот это очень хорошее выражение. Violate the rules. Нарушать правила. В принципе, можно говорить и break the rules. Это тоже правильно. И тоже нарушать правила переводится. В чем разница? В том, что когда break, это как бы насильно. Это как бы умышленно. И, в общем, ну так, довольно нагло. Violate. Это нарушение, но это больше так мягче как-то все-таки. То есть это более официально, более формально. Но суть, в принципе, та же самая, что break. Далее. Time tested. Проверенные временем. Очень хорошая фраза. Далее. Вот это что такое? Weep sought. Weep sought. Это потерпевший двойной убыток. Это когда купить дорого, продать дешево. Вот что имеется в виду. И далее. Потерпевший двойной убыток как? Между оптимизмом и отчаянием. Иногда говорится еще между жадностью и страхом. Далее. Поскольку. Здесь он оправдывается немножко. Здесь можно было бы because поставить, а можно было бы и when поставить. Ну, здесь и так, и так будет правильно. То есть, вот когда я не знаю, чем не лучше, я ставлю as, и это может значить все, что угодно. Далее. Bad news mounted. Значит, если дословно плохие новости громоздились. То есть, нарастали, будем говорить. И далее вот это интересное слово. Appended. Моя ежедневная жизнь или повседневная жизнь was appended. Была подвергнута, что ли, радикальной, какой-то радикальному пересмотру, если угодно. Далее. Я позволил эмоциям. Здесь let, как позволять. И далее. Influence my decisions. Вот это тоже классное выражение. Позволить эмоциям влиять на мои решения. An unfathomable fall. I first bought a stock mutual fund during the summer of 1982, as soon as I'd saved enough money to invest. My father, Cadillac driving sales manager for NBC's local TV and radio affiliates, had been an avid believer in the stock market, and he had drummed his face into me. Итак, падение без дна. Я впервые купил бумаги паевого инвестиционного фонда во время лета 1982 года. Как только я скопил, достаточно денег, чтобы инвестировать. Мой отец, менеджер по продажам для местных радио- и телепредставителей NBC, ездивший на Cadillac, очень сильно верил в фондовый рынок, и он передал эту веру мне. Unfathomable fall. Вот это бесподобное выражение. То есть падение без дна. То есть падение куда-то непонятно куда. Далее, значит, ну купил, ясно, stock mutual fund. Как это понимать? Это инвестиционный паевой фонд. Есть такой инструмент инвестирования. Имеется в виду, я купил, это не значит, что он весь фонд купил обязательно. Может иметься в виду, что он купил просто часть бумаги, там какой-то процент акций и все такое. Значит, during the summer можно просто in the summer сказать, тоже было бы хорошо. Далее следующее предложение интересное. My father, мой отец, это мы переводим первым. А далее, что делать с вот этим Cadillac Driving Sales Manager? Можно подумать, что он Cadillac и продает. Но на самом деле, он Sales Manager for NBC's Local TV and Radio Affiliates. То есть он менеджер по продажам на телевидении и радио, по большому счету. Аффилиates, это представители NBC, то есть компании, которые аффилированы, ретранслируют передачи NBC по телеку и по радио. Значит, поэтому он просто ездящий на Cadillac. Ездящий на Cadillac, вот это можно перевести номером 2, а далее менеджер по продажам и все такое. И далее, был Avid Believer. Можно не морочить себе голову с Avid Believer и просто сказать, сильно верил или крепко верил в фондовый рынок. И далее, он Drowned his face into me. То есть он передал мне эту веру. Имеется в виду, как передал. Вдолбил, если угодно, в меня. Внушил мне эту веру, тоже как вариант. Оказалось, что 1982 год был прекрасным годом для того, чтобы покупать ценные бумаги. Но я не очень-то это понимал в то время. В течение нескольких лет мне нравилось получать позитивные эмоции от постоянно растущего рынка. Мне нравилось смотреть на бумаги своего боевого фонда в таблицах котировок, которые печатались в газете. В следующие пять лет рынок вырос втрое или утроился. Ну, имеется в виду, индексы поднялись втрое. Итак, it turned out. Оказалось. Далее, not that I realized it at that time. Не то, чтобы я это совсем понимал в то время. Далее, I enjoyed the positive reinforcement. Reinforcement здесь это как бы вознаграждение. Можно сказать, позитивная отдача, позитивные эмоции. Это кому, чего больше нравится. Далее, offers steadily rising market. Постоянно растущий рынок. Steadily это стабильно и постоянно, то есть что-то происходит. Далее, look up. Я перевела как смотреть, но здесь выискивать. Выискивать мой фонд в таблицах котировок. Вот это stock tables, это таблица котировок акций в газетах. Далее, следующее, в общем, все ясно. И далее tripled. Возрос втрое. Можно было бы сказать rose three times bigger. Или как-то так, что-нибудь такое. Или higher. Но можно просто одним словом. In October 19, 1987, I was visiting my brother, who was spending a semester in France. When I left my hotel in Strasbourg, LA, the next morning, I noticed the front pages on newsstands carried banner headlines reporting that Dow had dropped 23. I wondered why the American market was front page news in France. I looked more closely and saw that 23 preceded the percentage symbol. The Dow had dropped an unfathomable 508 points in one day. On a percentage basis, it was the stock market's worst day ever. 19 октября 1987 года я был в гостях у моего брата, который в течение семестра одного учился во Франции. Когда я вышел из моего отеля в Страсбурге ранним утром, я заметил, что на передовицах газет, которые продавались на раскладках, красовались большие заглавные буквы, которые сообщали о том, что Dow, или индекс Dow имеется в виду, обвалился на 23. Мне было интересно, почему этот американский фондовый рынок является темой для передовицах газет во Франции. Я присмотрелся более внимательно и увидел, что после цифры 23 стоит проценты. Dow обвалился на невероятные 508 пунктов в один день. По процентам это был самый худший день вообще на фондовой бирже или на фондовом рынке. То есть, надо понимать, здесь важно понимать, что 23 это не 23 пункта, потому что 23 пункта это в принципе не страшно, а на 23 процента, то есть, ну, будем говорить на четверть. То есть, это очень и очень страшно. Значит, notice front pages carried banner headlines. То есть, большие баннерные как бы заголовки. Можно просто сказать, что на передовицах были большими буквами заголовки. Тоже как вариант, будет правильно. Далее, I wondered. Мне стало интересно, или я поинтересовался, что это американский рынок, в общем, и все такое. Далее, front page news. То есть, новости для передовицы. То есть, это экстра, супер, гипер, дупер, невероятно важно. Далее, look more closely. Присмотреться. То есть, присмотреться поближе. И далее, preceded. Preceded, это значит стоять перед. То есть, 23 стояло перед символом процента. И далее, though обвалился. И дальше вот это вот слово, которое у нас было в заголовке. Unfathomable, то есть, невероятный, неимоверный. Вот, невероятный, 508 пунктов. On a percentage basis. То есть, на основе процентов, или с точки зрения процентов, ну, в общем, дальше самый худший день. Вот такая вот статья. Это, естественно, только начало. Статья очень большая. И это только её первая страница. В Нью-Йорк Таймс обычно статьи немаленькие. Поэтому я её продолжу читать. Но это уже будет на Патреоне. Если вам нравится, заходите, присоединяйтесь. И будете иметь всю статью целиком, плюс скриншоты и плюс всё на свете. Ссылка на Патреон в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...